МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие очевидцы аварии на подстанции северо-западного района Курска породили множество домыслов не только среди горожан. Некоторые телеканалы и интернет-ресурсы связали информацию о чрезвычайном происшествии с Курской АЭС. Настоящая причина оказалась банальнее. Системы защиты остановили работу ТЭЦ из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов. Взрыва никакого абсолютно не было. Если бы был взрыв, мы бы с вами сегодня наблюдали эту картину, что где-то что-то было подрождено и все остальное прочее. Да, все было развалено. Где-то были какие-то другие повреждения. То, что было короткое замыкание, где-то вспышка, ну, что такое, мы с вами понимаем. Искры и все остальное прочее. Несколько часов без света, воды и тепла провели 38 тысяч курян. В первые 30 минут после аварии горячую линию службы МЧС оборвали звонками взволнованные горожане. Спасатели говорят об одной тысяче звонков. В МЧС дали свою оценку ликвидации аварии. Оповещение, информирование – это первая задача. Вот я считаю, что вчера на 25-й минуте мы эту задачу решили. После этого, значит, оперативные группы начали там работать, понятное дело. Оперативный штаб был создан у нас в управлении для отработки информации. И, в принципе, я должен еще подчеркнуть, что очень оперативно в рамках регламента временного, отведенного для ликвидации вот таких аварий, отработали у нас и представители МРСК. Ремонтным службам удалось исправить неполадки за 3,5 часа. Сейчас подстанция получает энергию из резервных источников. Новый трансформатор установят до конца этой недели. Причины аварии выясняет специальная комиссия. Официального вердикта пока нет. Персонал, который обслуживает эти подстанции, он очень квалифицирован. Проведены соответствующие мероприятия с персоналом, тренировки и так далее, и так далее, для того, чтобы мы прожили зиму достаточно устойчиво. Курск обеспечивают теплом и электричеством более 20 подстанций. На каждой в ближайшее время пройдут дополнительные проверки. Ирина Бобровская, Геннадий Воробьев, телеканал «СЕИМ».